здравствуйте друзья вот специально камеру я нацелил на улицу чтобы вы видели не исключительно мой капот который там может помыть надо но улицу вот красиво солнышко светит у нас на самом деле вот даже и зимой в январе может быть вот точно так же как сейчас и по погоде тоже здесь довольно тепло тут не только снега нет но тут даже вот скажем где-нибудь в январе там градусов 15 на солнышке может и 24 25 так вот примерно красиво я подумал я покажу вам улицу что происходит в стране сегодня вторник и завтра существенный такой день когда начнут принимать заявки на лотерею я уже так основные какие-то вещи которые считал нужным рассказать но где люди часто заплутать могут я рассказал там про гражданство там паспорт детей каких учитывать каких нет что еще бывает некоторые люди почему-то я не знаю почему но считают что надо иметь адрес в сша для того чтобы заполнять заявку и говорят ой спасибо вам что вы предоставляете адрес то есть они не очень понимают что происходит начиная адрес предоставляю тем кто выиграл тем кто уже победил и вот тогда им действительно нужен адрес в сша куда потом придут документы вот а когда вы играете в лотерею green card вам такой адрес в сша не нужен вам уже любой абсолютно адрес куда вы надежно можете получать почту бывает что у человека есть адрес но не очень надежный там воруют бывают я не знаю там путешествует и не знает где будет находиться никто ему честно писать его никто не собирается вот так между нами но порядок такой положено так поэтому если вы живете там допустим в киргизии а у вас бабушка в новой зеландии например надежно так живет то вы можете дать адрес бабушки в новой зеландии и она получит вашу корреспонденцию то есть абсолютно никакого значения не имеет там в какой стране этот адрес и так далее еще такой момент тоже адрес этот пишется для почтальона который в той самой стране вот где будет доставка например если почтальон ну пусть будет там где-нибудь в россии до какой-то там город село и почтальону надо написать что там улица там я не знаю ленина дом 4 вот латинскими буквами да вот так и пиши пишите улица ленина дом 4 потому что это будет почтальон который вот там по этой улице ленина ходит и в дом 4 относит это он будет читать этот адрес друзья это он в госдепе адрес этот нафиг никому не нужен вот и в общем я даже не знаю зачем они собирают эти адреса потому что честно сказать никогда не слышал чтобы кому-то туда что-то отправили ну раз собираюсь значит нужно мы не обсуждаем про вот и вы можете с ошибками писать никто вас не проверит не накажет ничего такого не произойдет если адрес почтовый почтовый вот наверное и все так что я думаю что мы во всеоружии когда откроют запись я вот в первую секунду может быть не обязательно пойду посмотреть потому что в первую секунду там знаете что бывает там ненадежно кто-то подвиснет то не подвиснет много народу идет я не хочу делать такую запись и вывешивать ее на канале где все будет ломаться обрываться информация будет какой-то нечеткой вот я посмотрю конечно но в принципе такую пошаговую инструкцию мы запишем через пару-тройку дней когда более менее застабилизируется и так можно будет сесть и заполнить я даже это сделаю в виде стрима чтобы вы могли вопросы по ходу дела задавать и так далее поэтому мой совет заполняющим и сядьте на руки на свои на ручонки вот и не давайте им там блудить по клавиатуре в первые же секунды этих дел не спешите никуда вот просто не спешите если вы серьезно к делу относите если вы так я не знаю как бывает как алкогольник знаете там вроде знает что пить нельзя но не может удержаться это отдельный разговор и как бы алкоголизм это болезнь это медицинская такая уже история а мы так без медицины спокойненько все сделаем главное чтобы все хорошо заполните чтобы у вас так сказать без разгильдяйство а то знаете вот я каждый год каждый божий год когда лотерею заполняют люди вдруг потом начинается вот он только что запомнил взять а я забыл вписать там жену а я забыл списать ребенка а я забыл там что-то такое а я не то какого хрена ты вообще заполнял вот кто тебя тянул кто тебя заставлял понимаете ну что вот так но друзья выживает сильнейший выживает сильнейший значит остальным будет попроще метод на кофе приглашали сейчас я хозяйки не вижу ну ладно будем считать что я прибыл ладно друзья в общем участвуйте и побеждайте в нашем деле главное это не олимпийские игры понимаете это в олимпийских играх главное участие а в наших играх главное побеждать а участие это просто необходимое условие но недостаточно если кто-то понимает о чем я говорю счастливо